Особенности и тонкости перевода сегодня обсуждали в Вятском государственном гуманитарном университете. В течение двух дней на базе ВятГГУ пройдет международный форум переводчиков. Главная тема обсуждения – перевод как фактор развития науки, техники и спорта. Подробности у Миланы Поварницыной. Международная конференция переводчиков собрала участников из пяти федеральных округов. Свои национальные переводческие школы представили ученые из семи стран – Украины, Израиля, Германии, Италии и Тайване. Кировская школа перевода входит в число лучших среди вузов Приволжского федерального округа. Маргарита – студентка ВятГГУ. Она с самого детства интересовалась языками, ездила за границу. Сегодня для нее важно не только выступить с докладом, но и услышать специалистов из других городов и стран. Моя тема называется «Грамматические замены при переводе специального текста». Я переводила статью с английского языка, разбирала ее, делала анализ. 140 участников. Такое количество ученых, приехавших на Кировский форум, говорит само за себя. Роль переводчиков в деловой и культурной жизни нашей планеты неуклонно растет. И от того, насколько адекватен этот перевод, насколько этот перевод сделан с любовью к языку, к любовью к народу, с любовью к людям, зависит во многом и взаимопонимание дальнейшее между людьми, между народами и между странами. Сегодня переводческие связи охватывают почти все сферы человеческой деятельности. Само переводоведение, как наука в Советском Союзе и России, начала формироваться в 50-е годы прошлого века. Еще Пушкин говорил, переводчики – почтовые лошади просвещения. И сегодня в относительно молодой науке много нерешенных проблем и обширное поле деятельности для ученых, которые занимаются проблемами перевода. Актуальны вопросы языковой практики, преодоление объективных лингвистических преград и взаимодействия культур в переводе. Перевод, конечно, не может быть на 100% эквивалентен подлиннику из-за различий в культуре и в языке, ну, прежде всего в языке, но связанные с ним различия из культуры. И поэтому нужно поставить задачу, чем можно пожертвовать, а чем нельзя пожертвовать. Чем прозрачнее становятся границы между государствами, тем сильнее обостряются языковые проблемы. Решить их можно только в ходе обмена опытом. Научный форум в Кирове положил начало более масштабной работы. В сентябре на базе ВИАДГГУ пройдут еще четыре международные конференции. Столь насыщенная научная работа поможет, в частности, кировским молодым переводчикам, поработать на зимних Олимпийских играх в Сочи. Милана Поварницына, Владимир Подлевских, Вести, Кировская область.